Как добавить текст и музыку к отснятому видео? Заходим, скачиваем приложение Google Play, например, приложение InShot. У меня оно скачано, поэтому здесь открыть у вас будет скачать. После того, как вы скачаете видео, вы можете создать видео, фотографию или коллаж. Для этого достаточно нажать на видео, добавить новое, выбрать имеющееся у вас в галерее видео, прокрутить его, отсмотреть. Если нужно, отредактировать. В этом приложении также есть такие инструменты. Мы же сейчас рассмотрим создание текста. Нам понадобится меню редактирования, которое над роликом размещается. В данном случае мы будем редактировать текст. Нажимаем «Текст». В этом меню мы можем ставить субтитры или просто текст. Нас это устроит. Набираем на клавиатуре «Текст» в нужном вам формате, на выбранном вам языке. После того, как текст набрал, мы можем его отредактировать. Для этого выбираем, какого цвета в палитре будет наш текст. После того, как с цветом текста мы определились, также в палитре можно выбрать цвет этикетки, на которой текст накладывается. И цвет, и форму в этом же приложении мы можем выбрать. После того, как наш текст отредактирован, мы можем его двигать по экрану, то есть разместить там, где это будет удобно. С помощью пальцев, сжимая и разжимая их, мы можем увеличить этот текст или уменьшить. Обязательно каждый шаг сохраняем, нажимав на галочку. Таким образом, у нас на ленте сразу видно, где этот текст размещен. Мы можем его подвинуть по ролику, если это необходимо. То место, где он должен стоять. Можем добавить дополнительный текст, также через меню предыдущее. Создав новый текст, мы также его можем изменить. Изменить цвет текста, изменить цвет этикетки. Причем вы видите, что тексты и этикетки у нас разных цветов. Таким образом, можно привлекать тоже этой разностью внимания своих зрителей. Дальше можно в этом же меню над нашим роликом, можно выбрать такую закладочку, как музыка. Здесь можно записать свою какую-то звуковую дорожку, или выбрать из имеющихся треков, или какие-то спецэффекты звуковые вставить. Это меню попозже внимательно рассмотрите сами. Также можно добавить стикер. В меню стикер, когда мы его нажимаем, нам предлагаются уже готовые стикеры, или можно вставить фотографию. Как контур из фотографии, так и целую фотографию. Достаточно в галерее найти нужный вам образец, и на свое видео наложить. Там, где это вас устроит по вашей задумке. Ну, также картиночку можно уменьшать, увеличивать. Просто с помощью пальцев двигаем. После того, как ваше видео отредактировано, не вам нравится ваш результат, осталось его сохранить. Настройки сохранения лучше не менять. Обратите, которые... На рекламу. Просто отсмотрите ее, ничего не нажимая. Когда появится вверху крестик, закрываем рекламу. И дальше видео отснятое можно отправить уже на тот ресурс, который вам необходим. Я обычно отправляю себе на электронную почту, на e-mail. И уже таким образом на своем компьютере, потому что мне так удобно, я рассылаю по разным мессенджерам. Продолжение следует...